Мы должны стремиться к высшему совершенному пробуждению, если вместо этого мы стремимся к меньшему пробуждению, к пробуждению, к которому стремятся протекабуды и шравки. И мы более не стремимся к великому совершенному пробуждению, но теряя эту великую цель, то это несовместимо с намерением Махаяны. Что касается четыре чайных дарв, четыре негативных поступков, то они противоречат обоим аспектам бодхичиды, поскольку они вредят как стремлению принести благо другим, так и стремлению достичь полного совершенному пробуждению. Поэтому они противоречат обоим аспектам бодхичиды намерения. Продолжение следует... Драгоценное украшение освобождения, говорится, бодхичиды намерения будут... Если мы нарушим обеты, связанные с бодхичидой намерения, а также обеты, связанные с бодхичидой применением... Драгоценное украшение... Драгоценное украшение... Драгоценное... Драгоценное украшение... Драгоценное украшение... Третье, это способы, которые помогают усилить Бадхичиду. Четвертое, способы, позволяющие возрастить Бадхичиду. И пятое, способы, способствующие не оставляю, не забываю об обеде Бадхичиды. Обеде Бадхичиды объясняется согласно тексту Асанга, уровня Бадхисаттва, Бадхисаттва в Уме. Также существует другой текст, который написан о защитниках Бадхисаттва, то есть это учение, которое было даровано Майтре и записано Асангой. И существуют две версии этого текста, тибетский текст и китайский текст. В этом тексте говорится, что есть всего лишь две причины, которые приводят к утрачиванию обеда Бадхисаттва. Они связаны с тем, когда мы отказываемся от Бадхичиды намерений. И второе, когда мы совершаем четыре действия, которые приводят к большим накоплениям негативности в Уме. То есть это четыре наиболее тяжких негативных поступка. Бадхисаттва. Отказ от Бадхисаттва намерения означает отказ от живых существ, как я уже объяснял ранее. Кроме этого, это можно объяснить, как нарушение две части нашего Бадхисаттва намерений. То есть отказ от намерения принести пользу живым существам, то есть это отказ от живых существ, либо отказ от достижения великого пробуждения. Оба эти нарушения приведут к потере обеда Бадхисаттва. Четыре больших нарушения необходимо объяснить, в чем суть этих четырех великих нарушений, четырех великих негативных поступков. Продолжение следует... Сушит табе, сушит табе, шит табе шит табе, Редочный непривок, Табе сушит его лекарства. Един в табе сушит табе, То есть премьер ул. Сушит,aro. И вот, все сразу. То есть и даже шит и сушит табе. Сушит. Потому что накануне это вашу, Катал Геннен ясно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это большая привязанность к обретению уважения, либо материальному приобретению. То есть это когда материальное обретение означает любые материальные объекты, уважение означает любое уважение, которое выказывают другие люди. Если мы восхваляем себя и унижаем других, исходя из таких двух цепляний, цепляний за материальное богатство и цепляний за обретение уважения, то это составляет первое из негативных действий. Второе, это когда есть живое существо, которое страдает, и несмотря на то, что у нас есть возможность помочь им, либо защитить их, мы не делаем это. Я уже объясняла это в прошлый раз. Если нет никого, кто может помочь такому существу, и мы сами можем помочь такому же существу. Однако мы не делаем это, то это является нарушением. К примеру, если кому-то нужно преподать дарму, мы не даем им учения дарма. Если кто-то нуждается в материальных объектах, мы не даем им материальные объекты, то это составляет второе нарушение. Третье, это когда кто-то признается нам своей ошибкой, к примеру, кто-то совершил ошибку, и он признается нам раскаиваться своей ошибкой и рассказывает нам об этом. Однако мы порицаем его, мы, к примеру, убьем его, то не слушаем того, что он говорит, то есть мы не прощаем его, то это составляет третье нарушение. Следующее, это когда мы отказываемся от дармы Махаяны. Это когда мы не являемся практиком, но мы притворяемся, что мы практик, когда мы не обладаем истинным высоким воззрением, и тем не менее мы говорим о том, что у нас есть высокое воззрение. Для Бодхисаттва эти четыре действия подобны падения в обетах против Мокши. Эти четыре действия составляют очень серьезное нарушение обета Бодхисаттвы, приводя к потере обета Бодхисаттвы. Таким образом простые Kevin Hackоки, которые буквально при brainchildе've basically платится на decrease в качестве stomachов. Если вы хотите пассажировал, значит, проглушиваться прямо сейчас недавно. Например, когда мы не заг candidates, мы делаем 16 секунд, пока мы постоянноным созданием стuleи. Прошло forte. Когда мыточи home 19ur bạn, aí его товарищи чем Obrigающий, respuesta даже не проголосуем с HQ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok То есть это четыре действия, четыре поступка, которые являются серьезными нарушениями, однако просто совершение этих поступков не является коренным падением. Необходимо совершать эти поступки с большим вовлечением, с большим намерением, с большой силой, силой ума, то есть тогда это будет составлять коренное падение. Это сильное вовлечение относится к силе негативных эмоций в уме в этот момент. К примеру, если в уме очень сильная негативная эмоция, и вы полностью поглощены этой эмоцией, и под влиянием этой эмоции вы совершаете такой поступок, то это и будет являться коренным падением. Что определяет это великое вовлечение? Это объясняется в тексте Ахсанге под названием «20 стров» о Абертах Бадхасатвы. Это несколько по-другому объясняется в тексте, посвященном этой теме Владыке Джатсангкапе. То есть в этих двух текстах различны формулировки, однако по своему смыслу они ничем не отличаются. И в этих двух текстах различных процентов «20 ствол» они используют, и все, и все, и все! И все равно под названием «20 ствол» иметь место! Субтитры создавал DimaTorzok И, в нем с помощью группы, пределных людей, была бы возможность уничтожить. Здесь у нас есть такая ситуация, года, для которых уничтожить, и иначе, дальше мы с вами departим. Мы в соседании, в каком-то, мы снижаемся с нами. мы не знаем, но мы не знаем, что мы с вами делаем, а мы с вами делаем, что мы делаем. Здесь, мы делаем. Наше время быстро заканчивается. Объясняю вкратце, что такое великое вовлечение в эти четыре действия, которые подобны коренным падениям. Первый аспект – это то, что эти действия нужно совершать снова и снова, то есть вы совершаете их не один раз, снова и снова. Вы постоянно совершаете их, хотя и знаете, что они являются ошибочными. Второй аспект – это когда вы совершаете их, у вас не зарождается никакого стыда по поводу совершения их. Вы не испытываете стыда о том, что вы совершили такие негативные действия. Третий аспект – это когда вам нравится то, что вы совершаете, что вы не только не стыдитесь их, но более того, вы радуетесь тому, что вы совершаете. И следующий аспект – это когда вы думаете, что они являются позитивными, что это является благом, то, что вы совершаете. То есть если эти действия совершаются с такими четырьмя аспектами, то это и означает, что они совершаются с великим вовлечением. Если эти четыре действия совершаются с великим вовлечением, которое содержит эти аспекты, которые я только что объяснил, то эти действия равнозначны четырем коренным падением. Сейчас мы перерываемся на чай, получасовой перерыв на чай. А теперь, чтобы СThreeу. Да. А сейчас я не буду делать это. Третья. Продолжение следует... Продолжение следует...